Я открою экран. Господа, скажите, пожалуйста, видим ли сейчас экран? Да. Замечательно. Хорошо. Значит, давайте… Вот тут написано одно следствие про конечную подгруппу. Давайте я добавлю еще одно следствие, которое говорит, что если φ из G1, G2 гомаморфизм, и количество элементов в G1 меньше бесконечности, то бесконечная группа, то количество элементов в ядре φ равно… Ну, дайте я по-другому не пишу, чтобы было более концептуально. Количество элементов в G1 равно количество элементов в ядре φ умножить на количество элементов в образе φ. Можешь что-нибудь пояснить, почему это правда? Ну, потому что размер подгруппы, по которым мы фатеризуем, это керфи, ну, ядро φ. А еще мы знаем, что наша фактор группа, она изоморф на образу, значит, не столько же элементов в образе. А в нашей фактор группе как раз элементы сколько класса смежности. Да, да, все правильно. Так, сейчас 1 минуту. Все, совершенно верно, просто потому что имеется изоморфизм, G1 фактор по ядру, и заморфный образ. Можешь вопрос, а первое чувство, наверное, только для конечных групп? Первое следствие? Первое следствие? Да, вот, видите, я даже специально написал. Да, да. А почему это исключительно про бутылку и правда? Ну, да, правильный вопрос. Я имел в виду, я хотел сказать, что не мощности в такой формировке, это всегда правда? Да. Я имел в виду, что количество элементов в прообразах. Давайте, может, я тогда точню. А, ну, то есть для бесконечных групп мощности равны будут все еще, да? Да, но мы же доказали, да, что есть биекция, да, поэтому мощности равны, но я просто хотел более точное утверждение сказать, что количество элементов во всех прообразах одинаково. Да, то, что раньше было написано, тоже верно, конечно, да, но просто хотел сказать, что если у вас группа конечная, да, то вы можете сказать чуть более конкретное утверждение, а именно, что просто в каждом прообразе просто одно и то же количество элементов. Ну, вообще говоря, это все, все одно и то. Хорошо, хорошо. Значит, давайте двинемся дальше. Давайте приведем несколько примеров. Во-первых, давайте я напомню, что пусть у нас an – это знакопеременная группа. Кто-нибудь помнит, что это такое? Я забыл, мы упоминали такой термин в прошлый раз. Давайте я на всякий случай вас спрошу. Это как подгруппа SN, которая четная? Да, совершенно верно, да. Почему она называется знакопеременная? Она же, наоборот, всегда храняет знак, там, все положительные. Хороший вопрос. Значит, если честно, я не знаю, откуда взялось такое название, но она устойчивая, не знаю, если честно, не знаю. Может, она где-то у чего-то меняет знак, но, если честно, мне так трудно сейчас сказать, потому что ваше замечание все верное, как бы там знак все время один и тот же, но в общем не знаю. то есть подгруппа WSM, состоящая из четных перестановок. Да, я напомню, что мы определили знак перестановки и сказали, что знак произведения – это произведение знаков. Ну, вот это, собственно, те перестановки, которые знак один. Да, то есть честно. Значит, тогда имеется отображение гомаморфизм. Фи из СН в группу, стоящей из плюс-минус единички по умножению, да, такое, что фи от сигма равно просто минус один степень си. Да, и в этом случае ядро фи – это как раз есть АМ, да, потому что ядро фи – это то, что переходит в единицу, то есть по определению это те перестановки, которые знак один. Вот, ну и, соответственно, фи это гомаморфизм. Ну, потому что, как я сказал, знак произведения – это произведение знаков. Вот, ну и стало быть, да, а образ, образ фи – это есть вся группа. Да, и таким образом мы получаем, что количество элементов ВСН равно количество элементов ВН на 2. да, ну это, собственно, то, о чем шла речь в прошлые разы, когда мы доказывали как бы конкретно здесь. вот, ну, конкретно для рассматривания перестановки, но вот это подпадает под общую картинку. хорошо, значит, это первый пример. Давайте второй пример. Значит, пусть у нас G – это C со звездочкой, то есть это все комплектные числа без нуля. вот, а G2 – это группа… дайте просто R со звездочкой, которое равно R без нуля. давайте фи – это, знаете, это отображение, которое бьет из G1 в G2. Следующим образом мы берем fiat z и говорим, что это равно модуль z. Скажите, пожалуйста, является это гомоморфизмом? Смотрите, у нас G1 и G2 – это группы по умножению, и отображение устроено просто, что мы берем комплектные числа, берем его модуль. Вопрос, является ли это гомоморфизмом групп? Ну да, потому что произведение модуля – это модуль произведения. Совершенно верно, совершенно верно. Значит, это тогда фи гомоморфизм групп. Скажите, пожалуйста, чему равен образ фи? Положительным R. Да, совершенно верно. xzr, x больше нуля. А чем равно ядро фи? Окружность единичная, может быть, что-нибудь такое? Почему? Можете пояснить? Ну, потому что единичная окружность ровно определяется как все z, у которых модуль z равен 1. Это действительно просто единичная окружность. Вот, и таким образом мы получаем, что Возьмем c со звездочкой, отфакторизуем по ядру, по s1, то получится просто… Давайте я вот это назову r со звездочкой больше нуля. Получится r со звездочкой больше нуля. Вот, то есть у нас имеется отображение… Группа бесконечная, все три, да? Но у нас имеется явное отображение, которое, собственно, из c со звездочкой попадает в r больше нуля. Взятие модуля. Ну, вот, собственно, как. Хорошо. Давайте еще один пример. Значит, пусть у нас g1 по-прежнему все со звездочкой. А на этот раз g2, наоборот, будет s1, да, которое реализовано как множество комплектных чисел, в которых модуль равен единице. На отображение φ оно что делает? Оно берет z, отправляет его z делить на модуль z. Ну, опять же, видно, что φ – это гомоморфизм. Да, и скажите, пожалуйста, что такое образ φ? Вся окружность. Совершенно верно. Это сюрлективное отображение. А что такое ядро φ? fire? «Ре». Еще раз. «Ре», 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 действительно 8. Да-а-а. Значит, это… Или не совсем. Положительные, может быть. Да, положительные, действительно, полосим. Ага. Почему нужно брать положительного? Можете пояснить? Потому что значит быть пи в отрицательных числах. вот это та самая группа которой мы только что обозначали r со звездочкой больше нуля вот соответственно наша общая теория дает что c со звездочкой фактор по ядру да то есть по и больше нуля нас изоморф на это видите в этом случае у нас можно каждую из групп вот у нас есть две группы есть r больше на со звездочкой с 1 каждый из них можно реализовать как ядро а можно взять как образ вот много морфизма при этом будут разные но но при этом как бы обе группы могут выступать в обеих ролях вот но случай специальный обычно так не бывает обычно тебя заметил так вот ядро и почему изоморф фонда проиграл да нельзя вот посмотрите вот например в случае в первом примере да у нас есть а n и sd у нас отображение идет в плюс-минус 1 до и это отображение очень естественно взять и знака но никакого такого естественного способа придумать как отобразить группу перестановок всех учетные нету да то есть нет никакой группе порожденной позиции не получится так просто давайте посмотрим значит действительно посмотрим замечать значит вопрос а вот если мы берем существует ли гоморфизм но нет грубо просто будет нормально поэтому не заработать ничего да 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 давайте да совершенно верно вы правы из сн на аэн до серектив да ну а действительно как андрей вы все правильно говорите значит нужно существование нормальной подгруппы в сн состоящий из двух элементов да но вот например уже если и он равняется 3 до то в с3 подгруппа ей перестановка скажем 12 ненормально но это уже несколько раз обсуждали да что если возьмете в с н подгруппы сн минус 1 то она не будет нормальный вот поэтому так сделать нельзя и это принципиально что роли подгруппы и фактор группа они существенно разные и ситуация в которой можно менять да то есть то есть внутри группа какая-то подгруппа и внутри 6 фактор групп она очень особенная давайте я сформулирую тоже как замечание пусть у нас группа жиром на прямом произведении двух групп да значит тогда напомню что это означает что же это просто множество пар до же один же два из это есть же один же один штрих за два же 20 данных тогда у нас имеется имеются два геомоморфизма дадим азов и один из же уже один и фи два из же два да такие что здесь вот пара же один же два переходит переходит уже один же два здесь пара же один же два переходит же два вот и сказать что такое ядро фи один и один а просто берет 0,2 да ну только не 0 а е давайте это е g2 где g2 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 а что такое ядро g2 g2 g1 g2 g2 g1 g2 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 случае у нас имеется возможности соответственно отображать как туда так сюда да но для этого нужно чтобы вот это был прямым произведением вот в частности скажите просто верно ли вот такое равенство что изоморфизм со звездочкой изоморф на s1 умножить на r со звездочкой больше нуля буквально построение ци да да то есть нужно куда мне нужно перевести z в аргумент z и модуль ну да можно явно написать модуль z и z определить на модуль сначала у нас окружность ой 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 вот ну да если на картинке нарисовать да это у нас есть со звездочкой да и вот мы берем тут точечку но и смотрим нарисуем вот окружность у нас есть важно только что вот этой точке 0 нету да и вот есть это у меня с 1 вот тут еще у меня есть отдельно зелененькая это r со звездочкой больше нуля вот хорошо началась я подчеркнул что в общем случае дайте можете даже формулирует напишу в общем случае роли подгруппы и фактор группы поменять нельзя а можно вообще наше замечание про группы произведение групп то что есть у нас есть две такие подгруппы g1 и g2 g по g1 замороз на g2 а g по g2 замороз на g1 и g2 что если есть две подгруппы g1 и g2 да да такие что g по фактору первой подгруппе равен и замороз на второй подгруппе и g по фактору второй подгруппе замороз на первой подгруппе тогда в принципе g и замороз на произведение этих двух подгрупп а про эти две подгруппы вы больше ничего не предполагаете да я предлагаю что они подгруппы g и предполагаю что сможем факторизовать они обе нормальные раз мы по ним можем факторизовать получим группу посмотрите дело в том что например вот они мог ненароком совпасть например да то есть у вас например могло быть что если у нас там g по фактору g1 замороз на g1 то возможно то следует то что g замороз на g1 в квадрате надо посмотреть даже скорее всего это будет не так далеко от права нет не верю надо проверить и тут нужно от g1 g2 еще чего-то я думаю вот так вот если сформулировать то не заработает еще не заработает я думаю но это близко к правде хорошо хорошо значит давайте двинемся дальше я посмотрю хотел ли я что-то еще про это сказать да может быть давайте последний пример который тем не менее полезен это следующее давайте значит что вот давайте значит я возьму в качестве же я возьму и да в качестве отображения фи я возьму фи от х равно косинус 2 пи х плюс и синус 2 пи х да то есть это отображение фи из g в с 1 которая соответственно опять таки реализована как нош комплектных чисел модуль за это равно единице вот скажите мне пожалуйста чему равно ядро фи число число а нет нет число число у нас да нужно просто чтобы ну все попало единичку да ядро это образ 1 вот и таким образом получается что а еще там образ фи нужно сказать но поскольку у нас x произвольный да это образ это все из 1 да и получается что 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 р фактор по ядру то есть по z заморф на с 1 вот такая забавная такое забавное равенство да и заморфизм то есть если это опять же нарисовать то у нас получится что вот имеется и вот только давайте определимся да это r какая тут операция я может это нужно было сказать явно это же с операцией такой что нам нужно чтобы фи был гоморфизм да и я хочу сказать что для этого нужно чтобы р было я имел ввиду что в р положение а в с 1 умножение совершенно верно да значит и от операции сложения а с 1 с операцией умножения да ну и соответственно ядро фи да фи гоморфизм из и 1 да просто фи от x плюс y равно фи от x умножить на фи от и к обратите вас на это внимание я много раз говорил что как называть операцию неважно но очень важно понимать о какой операции идет речь в частности вот здесь вот здесь мы берем плюс а здесь мы берем и как бы это существенно просто потому что ну просто потому что так формула написано чтобы даже был фигоморфизм а что кто заметил что р по умножению вообще не является группой потому что у нуля нет обратного элемента я понимаю что могли заметить в данном случае взять и такой вот интересной конструкции например взять и дробную часть искать то что отрезок со склеенными концами то же самое что окружность да по сути то есть давайте если я правильно вас понял вы говорите что вот есть нас есть да я могу здесь поставить точки 0 1 минус 1 2 минус 2 вот да и да и нас правильно понимаю вы говорите что можно взять вот этот отрезочек да и склеить у него вот эти концы да это будет вся группа это будет с 1 да вот вот но при этом заметьте что сама с 1 внутри r не живет да то есть это именно фактор группа а не под группа а под группа это z которого здесь выделены зелененькими чиселками хорошо господи если вопросы по этому примеру сейчас вот про отрезок пример который андрей привел не совсем понятно как мы склеиваем смотрите что андрея вы можете пояснить да конечно я говорю вот что то что если мы факторизуем по z то у нас z становится как бы факт просто из всех чисел убираем целую часть и сравниваем только дробные части при этом 0 и 1 у нас считается потому что 0 и 1 одинаково дробная часть становится 0 получается что все что значит это этот отрезочек от 0 до единицы где его концы склеены как бы в один потому что в принципе дробные части получается одно и то же и при 0 и при единичке а все я кажется понял я кажется понял да да все остальные отрезки сдвигаются в него тоже поэтому получается что у нас просто куча окружности которые на самом деле другую эквивалентны в нашем очень хорошо вот я еще раз говорю что повторяю что тем больше вопросов обсуждений тем тем лучше так что высказывайтесь и не сдерживайтесь вот хорошо а теперь чтобы закончить вот этот кусок с факторами давайте я напишу еще одно уточняющее заключительное утверждение с факторами и гоморфизмами а именно следующее значит пусть значит пусть и из с факторами как предложение до окончательно фи же 1 за 2 это гоморфизм тогда фи можно представить в виде композиции все реакции и вложения а именно же 1 отображается в же один фактор по ядру фи которая в свою очередь отображается в же 2 да данных где но здесь у нас же переходит в свой класс да этот класс в свою очередь отображается в фиаджи вот ну и собственно доказательством уже у меня все сказали что во первых по определению да ну дать я скажу во первых отображение отображение в класс является серъекцией это просто проекция серъекции и отображение же один фактор по ядру уже 2 который переводит класс же в фиаджи это вложение просто потому что если фиаджи равно е это равносильно тому что же из ядра надо единичный элемент переходит только только элемент элементы которые из ядра да они все их класс у всех одинаковые это просто единичный класс вот то есть заметьте что у единицы то есть в единицу переходит только единица но поскольку мы сказали что прообразы при гаморфизме все равномочны то собственно это вложение вот ну и понятно что по определению композиция действительно равняется фи да значит это опять же более-менее повторение всего что мы сказали да что можно у фи есть какой-то образ да это подгруппа уже 2 ну и вот собственно можно это подгруппа вложена в 2 а на нее уже отображается 1 да то есть эти замечания мы знаем что же один фактор по ядру фи и то есть собственно образ фи ну и дальше образ фи по определению вложим в два до а же один по определению отображается на же один фактор по ядру вот и если рисовать диаграммку то вот такое вот отображение же один же два она просто пропускается через сначала факторизацию по ядру ну а потом блок вкладывается уже вот ну и наконец ну и собственно собственно это хорошо господа есть какие-нибудь вопросы по гоморфизмом фактором подгруппам левым смежным классом правом смежным классом хорошо если нет вопрос если вот в геометрии было такое что пространство делить на ядро изоморфного образа но там это было то же самое что пространство равно ядро умножить на образ здесь 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 будет ли здесь так же то есть в какой ситуации это вот то что вы сейчас сказали верно это там соответственно но там тоже между пространством бэгом и морфизмом да это между это линейное отображение были или про что шла речь да или про линейное отображение давайте тогда значит я попробую написать а вы мне скажете правильно я вас понял значит вы говорите что есть два векторных пространства да а это отображение за 1 в 2 то линейное отображение между векторными пространствами да вот и значит вы говорите что у нас есть ядро а до пространство в один есть образ а под пространство в 2 да вот и значит что в один фактор по ядру а изоморфного образа вот такой да так значит раз берем эту картинку и значит в чем вопрос заключается там было насколько ну я может быть неправильно понял вещи с геометрией но насколько я понял это то же самое что в один изоморфную ядру умножить на образ только в каком смысле умножить вот что вы имеете ввиду ну прямое произведение смотрите значит если это векторное пространство да то у вас векторное пространство можно складывать то есть можно брать ядро а плюс образ а вот но опять же как и в ситуации с группами вот у вас по определению ядро а помните да что это такое да да образ нейтрального элемента да нуля просто вектор да просто ноль вот значит вот это по определению лежит в один но образ а лежит в 2 и и нету никакой возможности то есть вот важное утверждение что образ а не лежит в один и нету возможности его туда запихнуть вот помните как я говорил что случае с групп под группами фактор группами их роли принципиально разные да то есть одно является подгруппой а другое является образом отображения ну и тут также то есть у вас в принципе нету возможности вот эту штуку образ а вложить в один поэтому явного способа написать что пространство в один в каком смысле отождествляется с такой штукой прямого способа такого нету вот понятно если пространство конечномерные то сумма размерностей правильно да но этот аналог собственно того про количество элементов группе если группы конечно но но вообще говоря прям так сказать не а кстати господа на всякий случай у вас уже было понятие размерности векторного пространства на геометрии да 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 хорошо окей значит это про значит мы поговорили про гоморфизмы фактор группы давайте двинемся дальше а именно следующая тема это действие групп на множество но мы до этого с вами обсуждали группы как некий абстрактный объект да то есть какая-то алгебраическая структура там были операции умножение взятие обратного элемента мы рассматривали подгруппы но как бы с такой ну мы много чего конкретного говорили но вообще говоря это такой был алгебраический способ их построения изучения но собственно основной источник в жизни если хотите откуда группа берется это следующий давайте у меня пусть х х некоторое множество может быть конечная бесконечная зависит от ситуации да и и с от x это группа всех взаимно однозначных отображений язык себя да то есть у нас есть взаимно однозначное отображение и мы берем их все значит с от x группа по умножению вот значит есть такой объект а в качестве примера если их конечное множество то с от x просто изоморф на симметрической группе с n где n как раз количество элементов x да потому что с n это просто всевозможные взаимно однозначные отображения из множества 1 n себя да но если как раз в x ровно n элементов то это то что нам надо вот если x бесконечно то это гораздо более сложное множество но как бы то ни было тогда давайте назову там определение группа преобразований x а это любая подгруппа g в s от x да то есть у нас в принципе есть все преобразования x а но мы можем рассматривать только некоторые и вот она эта подгруппа которая нас интересует ну давайте опять же чтобы в качестве примера давайте посмотрим например преобразование пусть пусть x это пласкость r квадрат да а g например это все ортогональные линейные преобразования да то есть линейные отображения сохраняющие расстояние да только наверное еще линейные не вырождены да то есть нам нужно чтобы наше преобразование да они были внутри s от x да то есть нужно чтобы каждому из них был обратный поскольку наш группу умножения мы смотрим только объекции взаимоднозначное отображение то значит это должно быть соответственно такое вот или дать еще пример x это множество 1 н а g это все четные перестановки элементов 1 да то есть это знакопеременная группа вот или может быть немножко непривычный пример но тем не менее давайте предположим что x это пространство многочленов скажу с вещественными коэффициентами вот переменных x1 x да и а же это группа да я скажу что же это см да группа которая переставляющие индексы у переменных да то есть например скажем если n равно 2 до а же это транспозиция 12 вот то то например можно взять x1 в квадрате x2 да и она перейдет в x1 x2 в квадрате да просто поменяем индексы индексами что вот хорошо значит это группа преобразований и то есть давайте я скажу как замечание в этом контексте группа же возникает как группа взаимно однозначных отображений язык себя удовлетворяющим некоторые свойства да то есть вы можете брать в принципе все отображения из x в x взаимоднозначные но вы не обязаны если вас почему-то интересуют какие-то специальные преобразования то это по-прежнему группа преобразований да и и вы соответствовали ее рассматривать на ваше усмотрение да то есть группа преобразований это какое-то просто множество элементов до много взаимоднозначных отображений язык себя которая почему-то вам интересны значит ну давайте я приведу еще пример давайте возьмем в качестве пусть же эта группа давайте возьмем в качестве x а саму группу же хорошо то есть как множество это наша группа да тогда s от x это все взаимно однозначные отображения из а мы знаем какие-то взаимоднозначные отображения да тогда а 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 мы можем элементу же ж и ж сопоставить операцию сопряжение а если помните у нас было взаимоднозначное отображение сопряжение элементом да каким то ну вот то есть получается что а 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 хорошо ну то есть мораль всего этого что если у вас есть какое-то множество и вы хотите смотреть взаимоднозначное отображение какой-то которые сохраняют что-то или который творяет чему-то то вот вам реализация вашей подгруппы теперь давайте попробуем понять собственно как эти идеи как может быть устроены группы преобразований как они действуют на множестве давайте значит введем несколько определений во-первых пусть у нас xpdx а нас уже группа преобразований тогда орбита x а это все элементы вида gx где же из-за понятно ли обозначение gx что это такое то есть в каком смысле вот я пишу gx держит элементы g а x это элемент из множества нашего да а поясните пожалуйста что это значит то есть это все произведения элемента x на элементы из группы g да а в каком смысле то есть вот это же x это элемент чего получается то есть как бы вот в каком смысле я пишу g на x то есть что это значит ну это какой-то другой элемент множество x который мы получили под действием g на x да значит действительно давайте я напишу как замечание то есть орбиты x а это все такие другие x и y допустим которые можно получить из x а применяя преобразование с g совершенно верно совершенно верно значит по нашему определению да по нашему определению g это подгруппа vs от x да то есть каждый элемент g и g определяет некоторое преобразование взаимоднозначное множество x да таким образом когда я пишу g от x g x можно это писать g от x да это элемент опять x а да это результат применение отображение же из-за x к элементу x да то есть у нас с вами каждому элементу из группы до составляется преобразование икса ну и соответственно вы можете это преобразование применить к любому элементу но что-то у вас получится у вас есть есть х большое у него есть маленький x и вы начинаете применять разные элементы и же ночью такой получить вот это орбита да то есть дать обозначение орбита элемента x обозначается же x иногда если понятно какой группе идет речь тогда обозначается а x да если понятно группе же идет речь и ее можно опустить вот но а уже x это такое стандартное обозначение нам важно что же умножать и на слева а понимаете значит давайте я скажу что вот когда здесь вот я пишу такую запись да и жизнь да это то что слева можно воспринимать как случайность но то есть я имею ввиду что когда мы отображение же до применяем то обычного пишется слева да ну для удобства но вообще говоря это просто результат применения преобразования к точке да то есть у нас же соответствует некий вот просто результат применения отображения к элементу вот в некоторых ситуациях бывает то что эти правое действие это немножко другое но что орбита они образуют разбиение исходного множество да да совершенно верно можно породить отношение квадратности совершенно верно давайте зафиксируем как лему значит дайте дуалям и дайте прямо скажем как вы говорите определим отношение эквивалентности на множестве x относительно группы преобразований g по правилу x эквивалентно y если существует g и g такое что у равно же x да значит это здесь у меня x и y принадлежат моему множеству x большое и я говорю что x эквивалентно y тогда и только тогда когда можно у получить применением какого-то элементы g к элементу x давайте мы срубим лему отношение эквивалентности да очень правильный вопрос да давайте это объясним это отношение эквивалентности давайте докажем на что нужно доказать скажите пожалуйста рефлексивность симметричность и презентивность да значит совершенно верно значит рефлексивность да почему можете пояснить на нас нужно просто доказать что x эквивалентный x но x получается язык ну скорее же эквивалентно g нет 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 почему же эквивалентно g вы получаете язык с применение применением преобразования тождественного да господа какой-то вопрос был да а правда что вот в этом обозначении x эквивалентный x если и грек принадлежит орбите x это написано или что совершенно верно давайте я это не этого правильного замечания то есть и грек принадлежит x совершенно верно то есть игорь эквивалентно прямо как вы сказали что есть что вся орбита эквивалентно x так значит мы доказали что x эквивалентно x что дальше нам нужно проверить если x эквивалентно y то y эквивалентно x да и почему если у нас x эквивалентно y то x равно некоторое g на y на то когда мы можем же перенести поскольку и g минус 1 будет лежать в группе поскольку у нас же душа эта группа и если элемент не лежит обратно по нему тоже лежит совершенно верно да то есть поскольку у нас в группа уже является группой с от x это группу взаимодоначных отображений то у нас к любому элементу есть обратный ну вот мы уберем хорошо и последнее что нужно проверить да то есть x и y и эквивалентно z следует что x эквивалентно z и почему как это понять если обе если та перестановка которая переводит x и выгрек и перестановка переводящая y в z они в одной группе то их композиция также находится в этой группе она будет переводить x в z да совершенно верно степан все правильно говорить что у нас если y равно g1 x z равно g2 y все следует что z равно g2 g1 x ну а поскольку же группа то произведение же 2g1 вот то есть мы доказали что действительно это отношение эквивалентности да у нас получается разбиение на орбиты на то есть следствие что ну можно сказать что две орбиты либо совпадают либо не пересекаются да ну или можно сказать что все множество x является объединением различных арбит вот но в принципе орбит может быть больше меньше в зависимости от группы ну давайте может быть какой-нибудь глупый пример посмотрим предположим что меня же это все с от x расскажите пожалуйста сколько у меня имеется орбиты какие они орбиты потому что можно элемент можно перевести в любой другой у нас есть все перестановки но все преобразования поэтому можно любой элемент перевести в любой совершенно верно тогда орбита только одна так как для любого x y для двух элементов из x а да существует такое взаимоднозначное отображение да и же которая переводит их суде надо же такой неинтересный пример когда собственно все орбита одна и ничего не происходит есть противоположный пример предположим что у меня же состоит из одного единичного элемента да это сможет из одного элемента или это подгруппа высоты тогда как какие как устроен наши орбиты сколько их несколько элементов каждый элемент не портбит это только он сам совершенно верно тогда каждый элемент в x является отдельной орбиты ну раз потому что его никуда сдвинуть нельзя да и он собственно сам себя вот а вообще говоря если группа промежуточная да она как сказать не единичная но и не все то орбита это что-то такое интересное оно показывает как бы как что происходит с элементом да куда его можно перевести под действием вашей группы но я замечу что очень важно какую группу преобразование вы берете то есть на одном и том же множестве для разных групп преобразований орбиты совершенно разно вот давайте еще один пример пусть имя x это множество 1м а ж это группа а.н. до группы четных перестановок скажите вас какие-то орбиты это будет четные перестановки другая нечетные перестановки можем привести в любую четное извиняюсь прощение давайте сейчас я скажу что x это множество 1n это то есть действие у нас происходит на множестве из n элементов то есть x это не группа перестановок да а просто n элементов 12 а группа которая действует на нем да это вот уже четные перестановки которые соответственно меняют каким-то образом местами элемент 1n ну дикса все равно можем ввести понятие четности но четное число и нечетные или как ну типа а все извините какие бывают орбиты тогда хочется и сколько их и какие вот если бы наша группа была всей то есть всей группы преобразования сентом и мы знаем что орбита только одна а в этом случае мне кажется что все равно все любой элемент можно перевести в любой да а почему но наверное нужно вот или по начальному элементу элементу который мы хотим привести по этим двум значениям привести четную перестановку которая начальник переводит в конечный да совершенно верно например это будет два две транспозиции одна транспозиция будет переводить x ну если мы хотим перевести элемент x в элемент y то перестановка которую то перестановка что то четная перестановка которая переводит x в y будет например цикл из x и y и еще какой-нибудь транспозиция которая изменяет четность но никак на x и y не влияет да да совершенно верно то есть если у меня есть x и грек из множества один n то я могу взять перестан возьму z которая не равно скажу x у y он третий элемент и возьму сигма которая переводит скажем x в y y в z а z в x он такой цикл длины 3 да и x и y да это цикл длины 3 да x приводит в игре к игре z а z в x да тогда видно что он перейдет x в y он четен ну собственно все единственное что то есть то есть тут важно чтобы что n больше на 3 а что происходит при н равно 2 у нас он состоит только из тождественных и дай 2 орбиты да когда стоят из нички вот то есть в принципе это иллюстрация к тому что группа может быть и не полной группой всех взаимозначных отображений но орбита тем не менее может быть одна вот хорошо хорошо давайте теперь нас осталось не так много времени давайте я введу еще одно понятие стабилизатор значит пусть у нас по-прежнему x это какое-то множество же высоты x эта группа преобразований вот и значит да и возьмем какой-нибудь элемент x из x значит тогда стабилизатор x относительно группы g это все такие элементы g и g что g от x равно x да значит это подножество в g значит заметите большая разница да что у нас стабилизатор это подножество уже орбиты это подножество в x да это два две разных ситуации и соответственно два совершенно разных разных объектов вот давайте я сформулирую лему ну и замечание это и утверждение два который говорит что любого x из x стабилизатор это подгруппа уже кто не может пояснить почему стабилизатор это подгруппа которая имеет неподвижную точку в x соответственно композиция двух отображений имеющих неподвижную точку в данной точке и все еще имеет там же неподвижную точку да совершенно верно для любых g1 g2 стабилизатора если мы возьмем их произведение применим к x то это будет g1 от g2 от x это будет 1 от x будет ну и соответственно если возьмем g из стабилизатора возьмем g в минус 1 применим к x то это будет по-прежнему x потому что g от x от x то есть таким образом для каждой точки икса определена некоторая подгруппа в в нашем множестве в нашей группе которая точка оставлять на месте опять же на картинке это полезно себе представлять следующим образом что у вас есть множество x у вас есть точечка x и вы начинаете пытаться из точки запускать орбиту да то есть применять разные элементы ваша группа чтобы получать элементы иногда вы не можете сдвинуться возвращаетесь обратно и тогда соответствующий элемент который вы пытаетесь применить он называется ну стабилизатор а если вы сдвигаетесь то вы получаете новую точку в орбите да то есть такие как бы два противоположных понятий вот но скажем давайте закончим примером да конечно а можно особенности про стабилизатор есть какие-то особенные свойства любая подруга это хороший вопрос мы в следующий раз сейчас мы не успеем но мы обсудим какие-то свойства да но в принципе как бы есть связь между орбитами стабилизаторами и значит это будет будет важно но вообще говоря если у вас есть какая-то группа да и какое-то действие то ну в смысле для каждой группы можно придумывать разное множество на котором эта группа действует и по-разному реализовывать ее в виде группы преобразований а верно ли что для любой подгруппы можно придумать такое множество на котором действует эта группа на которой выделенная подгруппа будет стабилизатором давайте прикинем давайте прикинем давайте прикинем ну я просто добавляю элементы в исходное подможество в исходное множество в котором мы работаем да и рта заработает все по идее да в принципе я думаю что я думаю что скорее да ну да например наверное на множестве смежных классов одной по другой нет что так нельзя сказать то есть еще раз вы говорите что мы берем группу преобразований да в x то есть как бы завязаны ли мы на x вот тут как-то нужно подчеркнуть понять да если мы хотим просто на уходя . скорее всего да просто просто мы сейчас рассмотрим группы сами по себе даже не опираясь на чем они действуют хорошо вот ну хорошо давайте может мы тогда сейчас остановимся еще господа есть какие-нибудь примеры вот по потому что мы сейчас обсудили хорошо если примеров нет можно привести пример сейчас можете привести пример группы преобразований которая даст что-нибудь которая даст орбиты проделит множество не на ну какие-то интересные пока будет только привет давайте значит пример пусть у нас x это множество один два три четыре да а же это группа с 3 которая вложена в 4 да но а что делает да то есть это с 3 которая перестановки перестановки на что один два три вот скажите а сколько тут орбит какие они можем можем четверку никуда не перейдет это 4 орбиты она сама а один два три мы можем перемешивать да ну или если более общие например если мы возьмем давайте возьмем 1 до n1 потом n1 плюс 1 до n1 плюс n2 n1 плюс n2 плюс 1 n1 плюс n2 плюс n3 и так далее да и в конце все заканчивается n1 плюс nk минус 1 плюс 1 n1 плюс nk да разбиваем наше у нас множество там от единички до скажем давайте назовем n1 плюс nk n большим мы вот это n большой разбиваем на к частей и здесь у меня n1 элемент здесь n2 элементов nk элементов вот и моя группа g g это sn1 на sn2 и так далее на snk вот тогда соответственно то что получится вот да соответственно вот сергей говорит что же это стабилизатор для 4 совершенно верно именно так и да то есть если мы возьмем в предыдущем примере возьмем элементы которые стабилизируют четверку да так как раз будет с 3 давайте может это мы подчеркнем что на случай же это стабилизатор стабилизатор 4 да вот ну вот и если мы уже с n1 из n2 snk да это тогда орбиты орбит будет сколько сколько х ну соответственно вот они тут нарисованы так так в принципе примеров очень много и мы будем разбирать и на лекциях и на семинарах в общем такой очень богатая богатый объект и не раз будет встречаться господа еще какие-то вопросы хорошо если вопросов больше нету тогда я останавливаю запись а